здравствуйте дорогие мои это канал заметка нумизмата я сергей юрьевич сегодня мы продолжаем тему юбилейных рублей и расскажу я вам про очень интересную монету которая называется нумизматической среде дворик в 1898 году в московском кремле был открыт памятник посвященный александру второму и в честь этого события на санкт-петербургском монетном дворе была отчеканена эта монета на реверсе этой монеты изображен именно этот памятник и круговая надпись гласит императором александром третьим и императором николаем вторым заложен в 1893 году открыт в 1898 году в кремле московском вот такой вот интересный памятник а на аверсе изображен портрет александра второго и круговая надпись гласит александр второй император и самодержец всероссийский но каждая юбилейная монета чеканилась в честь какого-то события и эта монета чеканилась в честь открытия памятника александру второму а теперь я расскажу собственно о монументе и о самом памятнике который посвящен этому императору 8 марта 1881 года через неделю после убийства александра второго московский городской голова сергей третьяков предложил установить в кремле монумент в память о погибшем самодержице его инициатива была поддержана гласными городской думы и правящим императором александром третьем на сбор средств для строительства памятника объявили подписку по которой был получен 1 миллион 762 тысячи рублей по итогам трех конкурсов на лучший проект монумента заказ получил художник павел жуковский однако по указанию александра третьего было решено выполнить памятник в русском стиле и пригласить для этого также архитектора николая слутанова 14 мая 1893 года мемориал заложили в присутствии членов царской семьи надзор за сооружением памятника осуществлял архитектор василий загорский в августе 1898 года работы по возведению статуи были завершены временные постройки разобрали а перед монументом установили украшенные цветами помост торжественное открытие памятника в присутствии представителей всех сословий состоялось 16 августа 1898 года в 8 утра в станицкой башне прозвучали пять пушечных выстрелов церемония открытия началась в два часа дня с крестного хода из чудового монастыря после того как митрополит московский владимир отслужил молебен сыграли преображенский марш и выстрелили из пушек 360 раз церемонию закрывал парад войск которым командовал император николай второй газета московской ведомости сообщала что монумент пользовался популярностью у москвичей но нелегкая судьба постигла и этот памятник принятый после октябрьской революции ленинский план монументальной пропаганды предусматривал снос памятников царского режима декрет совета народных комиссаров рссср о памятниках республики от 12 апреля 1918 года постановил заменить их статуями в честь деятелей революции скульптура александра второго считается одним из первых памятник уничтоженных в этой компании демонтаж бронзовой статуи александра второго начался в июне 1918 года искусствовед николай окунев описал это событие в своем дневнике видел в кинематографе картину снятия памятника александру второму тяжелое зрелище как будто режут на части живого человека и говорят смотри вот как это делается и учись не достает еще демонстрировать на экране расстрелы надо отметить что эта картина из серии снимков правительственного культурно-просветительного учреждения окончательный снос мемориала завершился в 1928 году 1967 году на месте разрушенного памятника установили статуи ленина а еще я хотел бы вам показать несколько картинок которые старше поколение видела во всех учебник истории литературы это картинки ленина субботники ленин с бревном если присмотритесь на дальнем плане увидите памятник александру второму вот на каком субботнике работал владимир ленин спасибо за внимание это был канал заметки нумизмата увидимся